В популярном сериале «Интерны» новоиспечённые врачи пробуют себя в нелёгкой профессии. По сюжету молодые и неопытные «Интерны» постоянно попадают в смешные и нелепые ситуации. Развеять медийный стереотип нам помогут могилёвские «Интерны». 246 врачей, более 360 медработников среднего звена и аж 288 «Интернов» распределили в Могилёвскую область. Причём половина пойдёт в сельские амбулатории и районные больницы. Такого набора медикам на Могилёвщине не было последние лет 7, говорят в облсполкоме. Дефицит в узких специалистах в регионе почти закрыли. Могилёвская областная детская больница стала тем лечебным учреждением, где вполне можно было бы снимать новую серию «Интернов». На этот раз здесь аж 32 врача-интерна будут практиковаться и перенимать опыт, чтобы потом разъехаться по лечебным учреждениям области. Это 15 врачей-педиатров, 6 врачей-анестезиологов-реаниматологов, из которых 5 останутся работать в областной детской больнице, 2 врача-ортопедотравматолога, 4 врача-детских хирурга. И это достаточно серьёзные силы и вливания в наш медицинский коллектив, нашего стационара и вообще педиатрической службы в Могилёвской области. Поэтому многие вопросы, которые ещё стоят у нас перед нашим детским здравоохранением, они будут в течение ближайшего года сняты. С первого взгляда и не отличишь одетые в хирургические костюмы. Правда, они только наблюдают за операцией. Это «Интерны». С открытием хирургического корпуса специализированного травмпункта появилась и острая необходимость в дополнительных хирургах, ортопедах, реаниматологах. «Интерны» и «Интерны» есть знаменитый сериал. Точно так же всё? Нет, конечно. Совершенно не так. Там немного всё утреновано. Здесь приятнее. Здесь приятнее, интереснее, на самом деле. Ну и тяжелее, естественно. Там больше как сказка описана. Я в восторге. Я была здесь на практике после пятого курса. Я не ожидала, что будет всё так здорово. Новый корпус, всё новое, операционное, классное. Всё замечательно. Я очень надеюсь, что мне получится здесь остаться потом работать. Сейчас мы имеем возможность видеть операцию, которую проходит в соседней операционной. Там маленький ребёнок, 6-месячный, с гидронефрозом делают высокотехнологичную операцию. Раньше эти детки ездили у нас в Минск оперироваться. Сейчас мы имеем возможность возвращать им здоровье у нас в операционном блоке. Ряд операций в реальном времени. Не заходя в операционную, можно наблюдать, отслеживать, следить, учиться, обучаться, показывать, снимать и консультироваться даже онлайн с другими медицинскими учреждениями, институтами в нашей стране. Учёба в медвозе делает тяжёлая и ответственная, которая порой занимает всё свободное время. Объёмы информации, которую необходимо не только прочитать, а и выучить в буквальном смысле наизусть, часто пугают новоиспечённых студентов. Учиться не просто уже с первых курсов, и следует заранее рассчитать свои силы. Но практику ничем не заменить, говорят интерны. Когда такие картинки видишь воочию, только так можно ещё раз по-настоящему себе ответить на вопрос, а хочу ли я быть врачом. С самого начала мне нравилась гинекология, хотела быть гинекологом. А потом, как-то после третьего курса, я всё-таки решила, что хирургия однозначно. Потому что всё-таки хирургия – это интересно. Терапия – это как-то… Ну да, там тоже заболеваний много, интересно лечить, много пациентов. Но всё-таки хирургия как-то более масштабнее, можно что-то сделать, можно увидеть что-то большее. Женщина-хирург – это стереотип, что женщина не может стать хирургом. Потому что хирург – это хирург, это независимо от пола. Просто захотел стать хирургом, ты станешь хирургом. Главное – желание. Ну а женщина может больше сердобольная, там резать всё, это не жалко. Характеры-то у всех разные. Ну резать не жалко? Нет, резать абсолютно не жалко. Нас учили всех лечить одинаково. То, что лечится хирургически, лечится отрезанием, а то, что лечится таблеткой, мы лечим. Но придя сюда, конечно, видишь уже узко. Видишь животы с аппендицитами чаще, чем, например, животы с диареей просто инфекционной. Нам дают делать некоторые небольшие операции. Вскрытие гнойников, допустим, такое вот, самое простое. Но всё впереди, я хочу добиться чего-то большего. А чего именно это понимание? Чего-то просто это чего? Ну хотя бы сделать аппендицит первый, сам. Здесь у ребёнка был вросший ноготь. Мы его соперировали 2 сентября. Ну и сделали аккуратненько, чтобы у него больше такого не было. А как такое происходит? Потому что дети неправильно обрезают ногти. То есть и тесная обувь плюс ещё. Чтобы правильно обрезать ногти, надо ногтевую пластинку отрезать только сверху, но не сбоку. А теперь болит? Сейчас уже чувствовал, только первый день болел. Массаж мышц левого бедра, электрофорезка льёт на лево. Первый день интернатуры был волнителем. В этот день я осознал, что студенчество осталось позади. И могу по праву носить гордое звание врач. Однако, кроме волнения и гордости, я понимал, что с первого дня интернатуры несу ответственность за самое дорогое, что может быть у человека – его жизнь. Коллектив хороший, дружный. Не ругает? Ну, за дело. Естественно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, там вот такой, знаете, интерн, что ничего не знают. Нет, ну, ничего не знают, но всё равно это же такой переход от теории к практике. Поэтому, естественно, поначалу тяжело. Ну, ясно. Хорошо. Ложись на спинку, положись. Это бедру. Да? Крайний врач. Ну, вот если бы вы были врачом, вы бы меня поняли, что какое-то направление может нравиться. Ну, попробуйте объяснить. Я даже не знаю, как его объяснить. Ну, травматология. Ну, во-первых, это мужская специальность. Она интересная. Она разнообразная, много. Очень большой спектр разных операций, разные патологии. Очень-очень много. Ну, за счёт этого многообразия очень. Профессия врача гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и гораздо интереснее. Многие представляют её только по сериалу «Интерны». Ну, а сериал – это сериал, а в реальной жизни всё совсем по-другому. Яблоки хотел поесть. Ну? И там было на тоненькой ветке яблочко, и я на неё встала и поварился. Всё. И что теперь у тебя? Две руки. Кошки сомны. Бежал, дверь закрыли, я ударил рукой. Даже так вот просто, да? Да. Сухожилие разрезал на стадионе, гулял. Это футбол босиком и по дну бутылку. Разрезала ногу и три часа операцию делали сразу. Если нам привезли, сделали. А я лезла за сливкой, сливку оторвала, но здесь не могла. И решила спрыгнуть, спрыгнула. И себе рукой сномала. Я наступил на гость, я не видел, я наступил на него. На горке лазила, крестьянина догнула. Крестьянина догнула, а я с высоты упал лапками. Ну, я не хотела ее, как бы, не собирать едой, ничего. Просто так, отпущила. Сильно пропустила? Ну, да. Особенно в детской ортопедии, чтобы со специалистом, она проработает не менее 7 лет. За границей вот только после 7 лет можно получить специальность детского ортопеда. У нас получается раньше, но более-менее опыт нормальный, приходит через 7 лет. И ребенку была выполнена очень сложная операция, но операция, которая должна ему помочь. Ему, получается, выполнялась трансплантация кортикального аллосегмента в область клинооткрывающей остеотомии правого бедра. Я знал, что здесь требуется травматолог-ортопед сюда, в отделение. И здесь, на этой базе, можно пройти интернатуру. Поэтому я с радостью выбрал это место. А откуда? Сам я из Брестской области, город Ивацевичи. Диана Кравцова еще вчера была студенткой медуниверситета, а сегодня она познает особенности реаниматологии-анестезиологии, работая врачом-интерном. Диана абсолютно уверена в том, что одна пропущенная студентом лекция может в будущем стоить пациенту жизни. И знаменитый фильм «Интерны» очень уж утрирован, особенно сцены с интерном Лобановым, далеким от медицины. С фильмом «Интерны»? Нет, у нас заведующие другое, гораздо лучше. Хотя всему учат строгие тоже, ну, то есть достаточно. Но все для того, чтобы мы как бы были более, ну, как бы развивались сами и были, ну, грамотными врачами, грамотными специалистами. Те, кто были там какими-то двоечниками в медуниверситете, они потом отсеиваются в процессе работы. Я думаю, что их нет такого, чтобы вы там встретили какого-то заядлого двоечника там на приеме или еще где-то, который там может конкретно ошибиться или навредить. Вот. Мне кажется, такого нет, потому что люди просто потом понимают, что это не их и уходят отсюда. Бумажки не мое, говорит Диана. Меня всегда восхищало умение врачей поставить правильный диагноз, найти причину болезни и назначить верное лечение. А ведь маленькие детки порой даже не могут объяснить, что и где болит. Спасибо. А кому спасибо? Чего? Вот так вот, держи крепко. Дядю врачу? Нет, нет, у меня никакой дядя врачок. А кто тебя лечил? Кто тебя лечил? Не знаю. А что тебе делали? Ну, вот эту лечу. А кто тебя лечил? Не знаю. Все-таки это не то, что там, как бывает, работа, да, оставил дома, забыл, ну, то есть на работе оставил, забыл и ушел, да, и домой отключилась голова. А тут постоянно думаешь. Приходишь домой, постоянно вертится что-то. Ну, у тебя уже что-то вертится? Что-то вертится, да. У меня уже постоянно что-то вертится. И что? Да. Ну, постоянно вплоют какие-то фамилии, какие-то вещи, и все время с работой что-то снится работа. Интернатура – это та же работа, но только со своими особенностями. Врач-интерн в течение года посещает множество отделений различного профиля, где изучают нюансы работы отделений, получая более полное знание по определенной специальности. Его работу контролируют заведующие отделениями и врачи-ординаторы, которые в нужный момент дадут совет. Помогут разобраться с трудным случаем. Интерн становится правой рукой лечащего врача. Он принимает участие в обсуждениях и врачебных консилиумах. Ведет документацию. За год интернатуры происходит бесценный обмен опытом. Ну, конечно, страшно. Они такие маленькие, хрупенькие. Но зато скоро он станет большим человеком. Это ваш первый? Ну, не первый. Я работаю на этом, получается, на этом посту уже около месяца. И поэтому это не первый. Но, так скажем, мне порученный, я назначаю ему лечение. Конечно, за мной врач проверяет потом это все. Но вот он, скорее всего, можно его назвать таким первым полноценным моим ребенком, которому я сама считаю его колораж, его питание. Интерн по профессиональным качествам ничем не отличается от квалифицированного врача. Быть медиком – это действительно призвание. Поэтому профессия врача подходит только тем, кто искренне хочет помогать людям, кто умеет сопереживать, тем, кто работоспособен. Если все эти качества соединены в одном человеке, то у него есть шанс стать настоящим врачом. В искусственной ментиляции и после асфиксии развивается компенсатурная энтерзема. Пришли сюда с большими глазами. Хотя, казалось бы, была субординатура, но все равно, когда ты приходишь уже работать, это совсем другое ощущение. Ты смотришь на детей и понимаешь, что уже как бы от твоего решения зависит, как он будет лечиться, как быстро он выздоровеет, поправится. И поэтому уже через месяц после прохождения интернатуры чувствуется какой-то прогресс, то, что мы уже не так боимся. Ну, как им нравится ходить на дежурство? Для них это больше, чтобы обучение, узнать что-то новое. Для нас это работа. Нам не так нравится? Ну, вы думаете, что, ну, подождите, еще пойдет, сходим. Да, через год. Через год посмотрим. Никогда не угадаешь, вот будешь ты всю ночь спокойно в ординаторской читать медицинскую литературу или будешь всю ночь в операционной. Вот у меня в этот раз получилось так. Вот, детская хирургия, аппендициты, травматология, переломы. То есть, ну, у детей, наверное, стресс. Они только пошли в школу. Для них это, ну, это стресс для организма. Нагрузка большая сразу же после летних каникул. Поэтому, ну, вот, ну, случайности иногда бывают. Ну, то есть это ночью было 8 лет. Сколько? Да, да, ночью. Ну, началось все с 6 вечера. И вот в последней операции мы, наверное, вышли где-то в полную четвертую. Ну, и потом в 7 утра снова пришел травматолог дежурный, что нужно перелом, спицы и в операционную. Потом мы могли говорить, что так. Даже было у вас, Тасик. Вот, как красиво. Посмотрите. Есть моменты, когда врач бессилен. Это самая тяжелая в профессии, говорят интерны. Мы ведь тоже люди и не меньше переживаем за чужое горе. Нам свойственны моменты слабости, усталости. Но разочароваться в профессии – нет. Как можно разочароваться в улыбке счастливого и уже здорового ребенка? Да, доктор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова